Проблема на показ. В Нижнекамске прошла необычная выставка кошек. Все питомцы без крыши над головой. И выход в свет, как шанс обрести хозяина. Небезразличные проблемы бездомных животных волонтеры, активисты фонда помощи Дома Надежд. А те, кто стремится исполнить мечту, в сюжете. Недаром говорят, что у кошки 9 жизней, в какие только передряги не попадали эти животные. Они замерзали на морозе, их сбивали машины, калечили люди. Сейчас, глядя на этих кошек, и не скажешь, что еще несколько месяцев назад они грязные и израненные бродили по улицам. Сотрудники фонда помнят, как то или иное животное попало к ним. Этот кот, его зовут Боцман. Я нашла его 18 сентября прошлого года около Аркады. У него была оторванная лапа, держалась на шкуре. Наши ветеринары, вот до помощи бездомных животных, оперировали его. Сейчас Боцман обрел хозяев, позабыл о пережитой боли и снова может бегать, пусть и на трех лапах. Многие животные пока находятся у волонтеров, как, например, эта симпатичная кошечка Дымка. Она породистая, русская, голубая. У Эльсияр Дымка живет год. Женщина надеется, что, увидев кошку на выставке, кто-нибудь захочет взять ее домой. Это очень добрые, очень ласковые существа. Они могут даже, если кошка родила другой породы, помогать ей с котятами. Нянчиться, облизывать их будет она. Некоторые пока в раздумьях, брать или не брать животное. Ну, хотели бы, конечно, но маму, слабо не разрешили бы. Другие же, напротив, сразу приглядели себе питомца. Передача периодически показывает, что все негативное кошки поглощают и лечат своих хозяев, и очень привязанных к своим хозяевам. Я считаю, ну, в доме, где есть животное какое-то, это говорит о том, что люди добрые. Сотрудники дома «Надежда» принесли на выставку целый архив с фотографиями кошек. Эти животные также были подобраны на улице. Многие прошли не один курс лечения. Бывшие бездомные животные, которые пока временно живут на передежке, они проходят определенные ветеринарные мероприятия, мероприятия по вакцинации животных, избавлению от паразитов, и затем мы им ищем настоящий дом. Те, у кого пока нет возможности взять себе питомца, клали в куб деньги. На пожертвования купят лекарства и вакцины для животных. Лилия Жданова, Светлана Шумкова, Максим Липин. Вести Татарстан. Нижнекамск.